Продолжение следует... 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 сложновато было попасть не знаю как линки то многие не любят играть с машинкой многие наоборот от места к машинке очень даже спокойно ласково называет ее теща за соседним столом не знаю кто там играет не могу не могу исполнить фамилию представитель украины вколачивая шар и срывает аплодисменты зрителей у нас же нет у нас аплодисментов не будет всего пару человек наблюдая за этим матчем зрители равномерно распределились по клубу но конечно есть у кого-то свои предпочтения у нас здесь нет украинских игроков поэтому и зрителей не так много понятное дело что все болеют за своих досадно думает конечно никита хотел бы поставить слушание получилось но этот шар падал сто процентов естественно продолжение несколько непонятно с дальней дистанции да превосходный удар как мы могли видеть два раза благодаря видеоповтору можно продолжить похожим да вот с этой стороны ваяк с подбоем нет пока не получился и свояк был даже не близок позволяет никита степанов играть дает играть своему сопернику любопытная перспектива атаки средняя луза что не получилось у никиты степанова получилось у максима андреева забивает он шар и делает столь нужный подбой ну спрашивайте чтобы призовым юношей честно говоря не знаю надо уточнить положение просто прописано ценные призы кубки и медали но никак не лазится серийностью у максима один-два шара и все и сразу спад так далеко не уедешь если может кого-то и можно обыграть может быть даже и никиту степанова тоже игрока посерьезнее вряд ли одолеешь четко и очень мощно опять сыровая чужого в угол не получается прокатить биток не думал об этом сейчас просто играл на забитие у никиты есть другие варианты конечно видим вот очень хорошая пара и тут можно с выходом удар наобум удар сорвался и 2 едва не у меня упал дурачок четырьмя шаров и шести на столе можно сыграть свои к середину был на мой взгляд не самый удобный он слева возле точки пирамиды шар был намного приятнее тут очень тонкая оказалась резко не срезал шарик подразумеваем конечно же максима андреева именно он сейчас ошибся не понимаю я белоруса как же так надо было играть пока давал соперник сейчас соперник может перестать подставляться вот свои очки включились на посмотрел на этого свой к не простой вот этот любопытнее чуть-чуть не повезло скажем так прицелился хорошо не угадал с винтом и вот после ударения сначала с губкой потом после контакта с несколькими бортами шары стали на прямую линию но убой просто среднюю лузу продолжением причем аккуратно накатом легкие винты под свои к вышел максим а вот с этого ракурса камера говорит что и чужой в уголок очень даже хорош до приличная дистанция не короткая средняя скажем так и не короткая не длинная из-за этого нету не все опять выбирает тонкого свои к нам нереально конечно в чужой отсюда играется проще ну почему же не играет в обратную сторону свой к видимо не умею не уверен сейчас максим да делает удар поспешно практически без паузы на замахе многократно я говорил вам что стараемся выбирать матчей поинтереснее но сейчас взяли первые попавшиеся что нам предложили мальчики играют достаточно плотном графике им надо за три дня все закончить выяснить кто же сильнейший на континенте в взрослой группе до 18 лет естественно но и по этой причине играют они много-много матчей а столов не так и много всего 7 столов вот здесь в клубе сегодня предстоит выяснить кто же у нас попадает в олимпийку олимпийка играется начиная с 32 участников не могу сказать точно но похоже что в олимпийке уже будем играть до пяти побед это не до четырех но такой-то свояк должен забивать максим тяжко очень часто тяжко он сейчас вдохнул настраивается долго на удар удар ответственный удар на партию но вы сами все прекрасно видели сейчас будет восстановлена пирамида и мы продолжим практически сразу спортсмены не пользуются возможности взять перерыв на ноль впереди беларусь для него пока складывается все удачно для молдаванина не очень а 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 Спасибо. Капельку не хватило точности Максиму. Сейчас уже может вздохнуть не так напряженно, как в предыдущем отрезке матча. Помните, да, во второй партии уже очень тяжело вздохнул, выдохнул Максим Андреев. Понимает он, что очень много допускает ошибок, надо как-то исправляться, надо дожимать соперника. Соперник Максиму явно по зубам. Но до чего, наверное, обидно Никите Степанову, который видит, сколько много ошибается Беларусь, и также допускает промахи. Ну, казалось бы, вот он, совсем сладкий игрок, который попался тебе по сетке. А нет. Каким бы сладким ни был соперник, самому надо сначала настроиться на игру и забивать, вот пока у юношей спад. Спасибо. 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 Думал, я уж было заснуть тут под этот матч, но громким выстрелом в угловую лузу разбудил меня Никита Степанов. Я думаю, не меня одного, а также многих любителей бильярда, которые наблюдают этот матч на мониторах. Кстати, можете писать, предлагать ваши варианты, какую пару поставить на ТВ-стол, если это будет возможно, то мы поставим, если она будет как раз в очереди стоять. Спасибо. Варианты выбора тут есть. Судейская коллегия идет нам на встречу. Результаты и процесс формирования пары игроков, обновления турнирных сеток, все это есть на страницах нашего сайта. Бильярдонлайн.ком Продолжение следует... Продолжение следует... Да, сколь бы широка не бывала улыбка Фортуны по отношению к Никите, она сейчас скорее предстает обратным смайликом, совершенно без улыбки, расстроенным. Но не ладится, играя, хоть ты тресни. Не понимает Никита, похоже, уже там начинает понемножку разговаривать сам с собой или может быть Кию уговаривает. Давай, родной. Да, хороший удар, упало два шара. Но было бы еще лучше, если бы один из этих шаров остановился, имеем в виду биток, естественно. Прицельный этап, бог с ним. Биточек хотел оставить в губках лузы сейчас Максим. Ну, не удалось ничего, можно играть. Продолжение тут напрашивается. Четко. Ну, для многих, наверное, не секрет, что Максим Андреев, белорус, который сейчас находится у стола на подходе, является чемпионом мира по бодибилдингу. Шучу, конечно, 1 апреля. Да ладно, вот проснулся у нас наконец-то, видимо, разбудил Никита своего соперника и проснулся и, похоже, включился в игру Максим. Вперед, Беларусь! И хочу сказать, что я имею какие-то личные предпочтения. Здесь, конечно, персонально болею всегда за белорусов. Но еще очень часто за украинцев, россиян, молдаван, за красивую игру. Поэтому не судите строго, если я все-таки буду порой отдавать кому-то свои предпочтения. Но как тут не отдать предпочтение белорусу, если он вколачивает второй подряд с дальней дистанции и далеко не первый в этом матче. Серьезен и очень серьезен Максим. Этот артиллерийский залп закончился. Шквал ударов через стол привел к тому, что шесть шаров сейчас у Максима Андреева. Всего два у Степанова, но может стать три очень скоро. Ну, непонятно, почему не играет. Может, неудобно тянуться вот в левый нижний угол. Снова мажет и, наверное, опять подставит. Был бы сейчас более быстрый раскат, думает Максим Андреев. Было бы две подставки на противоположных углах стола. Шары остановились по бортам. Точно. Да, после серии шесть шаров, похоже, раскрепостился Максим Андреев. Имеет неплохие шансы. Шансы выиграть еще одну партию, естественно, имею в виду. Ну, а молдаванин просто реактивный. Не обходил вокруг стола, не задумывался. Увидел два шара. Ударил одним по второму и шар в лузе. Еще один отличный свояк. Щелчки пальцев зрителей. Довольно-таки четкое разграничение возрастных категорий зрителей. Та либо юноша до 18 лет, либо родители. Я спрашиваю, ты что, в Москву играешь? Кто-то из сопереживающих, может быть сопровождающий команду Молдавии на этот турнир. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Приходится вашему комментатору даже пристать со своего места, чтобы понаблюдать за этим ударом. Все аккуратно, без касания жилеткой шара, который расположился в непосредственной близости от центральной лузы. Третья партия становится такой же напряженной, как и первая вступительная. Там на последних шарах выясняли спортсмены, кто сильнее. Тут также. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это правильная вот игра. Совершенно ничего не боится Молдаванин. Кому-то из представителей команды даже не думается что-то. Со второго ракурса вы могли примерно увидеть на какой резке находятся шары, на такой, на которой неприятно их играть. Опять же резко специфичная. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Не хочет расслабляться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. еще одна белорусско-молдавская пара объявлена у нас на турнире за третьим столом совсем рядышком будут встречаться представители этих стран но у нас пока беларусь на серии после неудачного разбоя никиты максима похоже все в норме заслонила для меня этот удар и я понял что заморозил очередную глупость ничего не в норме у беларуса он продолжает ошибаться ошибаться в ситуации когда этого делать свой как не надо а 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 ее головы Продолжение следует... Не было бы счастья, да несчастье помогло. Несчастье молдавского спортсмена, помогая сейчас белорусу Максиму Андрею. Не воспользоваться он в должной мере, в полном объеме, неверным разбоем. Визави. И вот теперь, после штрафа, продолжает набирать очки. Не так, их много надо. Сыграно два шара. Два уже на полочке, он там справа, вы ее можете видеть. Как раз заслоняет светильником. Своёобразным близкригом у нас проходит сегодняшний первый день. Это первый этап турнира. Играют совсем мальчик. Первого, второго круга. Второго круга получается верхней сетки. И второго и третьего круга нижней сетки. После чего будет сформирована сеточка Олимпийка. 32 участника, которые вступят в борьбу уже завтра. Коль уж провел речь об Олимпийке, это вот зашел в наш файл сетки. И могу сказать о том, кто уже прошел, попал в число 302 сильнейших. Косогов и Мельников, Украина. Армен Габриэль, Леон Армения. Антулий Дмитриев, Россия. Алибек Амаров. Рейс. Белозеров, Арупов, Левада. Хмелевский, Прохоренко. Также Деревянка и Прощенко, и это единственная пара игроков, которые в данный момент уже сформировали непосредственно пару в Олимпийке. А все вышеобозначенные люди пока еще не знают, с кем же им предстоит завтра играть. Постепенно в клубе становится посвободнее и потише, сами вы понимаете, матчи заканчиваются и игроки идут на отдых. Впрочем, многие остаются здесь, чтобы поддержать товарищей по сборной. Может быть, посмотреть на того, кому придется противостоять завтра. Да, он уже расслабился, в кресле сидит Никита Степанов. Да, он проигрывает этот матч. Суцулеску, Молдова, Салтовский, Беларусь. Суцулеску, Салтовский, Япыльсов. Не поверил Максим Андреев в то, что победил, и трижды повторил ему слово «Все». Никита Степанов. Да, поздравляем, белорусы, 4-0. Очень тяжелая, но все-таки заслуженная победа. Выкатал он этот матч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.